Здарова! Видео не было... Эм... Долго не было... Да и какая разница, когда оно было? Главное, что это видео есть. А почему тех не было? Технические шоколадки были вот, тех и не было. Были ещё и те самые, но те самые этот того туда. Те больше и не появлялись. Ну, потому что того. Ещё одно и мне этого. А там ещё телефон этот самый и видео того. Упс, и нету. Так к этому в подарок ещё и эти прицепили. Не говоря уже о этих. Тут ещё работа, это самое. А это так вообще гей. Ну, короче, сидел я такой и вижу посты в канале про World Box и про еду. Понял, что это идеальная тема для видео. Пошёл искать браузеры и картинки еды. И тут этот. Какой-то санитар уже делал подобное видео. Ну, а мне-то пофиг. Тем более, что в посте, что в видео не было еды из последних обновлений. А на момент выхода поставится еда в игре уже была бы... Ну, что ж, Олежа, прижучил я тебя. А между прочим, это, блядь, так не делается. Поэтому сделаем качественный супер-мега-видеоролик о еде World Box. Так, надо попить. Ну, еда это как бы важно, но куда важнее зайти в мой ТГ-канал по ссылке в описании, где вы найдёте различные авторские мемы и пикчи. Также можете попросить меня, я сделаю пикчи для вас совершенно бесплатно, дали 119 рублей. В общем, там особо весело. Есть ещё один мой ТГ-канал, посвящённый новостям по игре. Туда тоже можете зайти, но уже по второй ссылке. Теперь давайте же перейдём к видеоролику. В игре имеется всего 25 видов пищи, из которых 8 создаются из другой. Сперва давайте разберём еду, которую каждое разумное существо может собрать. К такой еде относят ягоды, травы, мясо животных и прочее. Ягоды. Добываются в ягодных кустах, которые в свою очередь можно посадить большинство биомов. Полностью восстанавливают голод и 50% здоровья. Бананы. Собрать их можно с растения биома джунглей. Как и ягоды, полностью восстанавливают голод и 50% здоровья. Также не даёт никакие статусы. Однако, если потребитель будет вонючей свинотой и бросит кожуру на землю, то шансом в 1% кара моментально дарует потребителю черту неудачливый. Кокосы. Растут на пальмах, которые в свою очередь растут на песке. В основном, 100% голода и 50% здоровья. Даёт статус защищённый, с шансом 10%. Однако, такой статус в Википедии я не нашёл, поэтому можно сказать, что это бесполезный пункт. Кстати, для тех, кто не понял, поясню. Статус это такая черта, которая даётся на время, по истечению которого статус пропадает. Песчаные ягоды. Получить можно с растений биома «Мистическая пустыня». Восстанавливает 100% голода и 50% здоровья. Однако, при употреблении в пищу даёт статус отравленный и замедленный, но из шансов в 10% у потребителя появится черта иммунитет к яду. А ещё именно так видят песчаные ягоды нейросеть. Теперь на протяжении видео вы будете видеть адаптацию «Мистической еды» от нейросети. Круто, да, придумал? Кристаллическая соль. Добывается в кристальном биоме, и в отличие от соли в реальной жизни, которая добывается и потребляется в Питере, она довольно питательная. В основном 100% голода и 50% здоровья. При употреблении в пищу даёт статус кафенизированный и замедленный. С шансом в 10% также потребитель получит рту либо обезумевший, либо непреклонный. Кстати, именно так в нейросеть вегет кристаллическую соль. Все картинки можно скачать в моём ТГ-канале, ссылка в описании. Грибы. Получить их можно в разных биомах, где грибы и растут. В основном 100% голода и 50% здоровья. При употреблении даёт статус мощно-сил и замедленный, однако, с шансом в 10% даёт одну из следующих счёт. Обезумевший, непреклонный, параноик и довольный. Перец. Найти его можно в адском биоме и собрать растений ада. В основном 100% голода и 50% здоровья. Потребитель, когда его съест, в прямом смысле будет гореть, ведь его наделят статусом горящий и при всём при этом перец закаляет человека, поэтому шансом 10% у потребившего появится черта или защита от огня, или огненная кровь. Рыба. Её можно поймать в любом водоёме с помощью рыбацких лодок. В основном 100% голода и 15% здоровья. При упродлении никаких статусов не даёт, а шансом 10% съешь получать черту либо крепкий, либо сильный. Конфетки. Это буквально растение конфетного биома, в основном 100% голода и 90% здоровья. Никаких статусов не даёт, но шансом 10% даёт одну из следующих черт. Толстый, крошечный, гигантский, и, внимание, не поверите, кровожадный. Лимоны. Можно получить растение лимонного биома. В основном 100% голода и 90% здоровья. Не даёт никаких статусов, а шансом 100% ёб твою мать. Не даёт никаких статусов, а шансом 10% дарует черту орлиный глаз или регенерация. Мясо. Его можно получить при убийстве различных животных. В основном 60% голода и 15% здоровья. Не наделяет съевшего какими-либо статусами и при всём при этом шансом 10% даёт черту крепкий или сильный. Мёд. В основном 100% голода и 80% здоровья. Но погодите, его что, нету в игре? Специально для вас я рисовал иконку мёда. Как вам? Вообще он существует, но получить его внутриигровым способом никак нельзя. Снежные огурцы. Получить можно из растений замороженного биома. В основном 80% голода и 20% здоровья. Употребивший получит статус замороженный, но клин клином вышибают, а потому с шансом 10% даётся черта защита от заморозки. Шишки. Получить их можно с деревьев замороженного биома. Как для шишек, на удивление они достаточно питательны. В основном 80% голода и 20% здоровья. Съевший получит статус замороженный и шансом 10% одну из следующих черт. Защита от заморозки. Крепкий, сильный и регенерация. Черви... Да, кажись действительно они. Получить можно из пустой почвы, то есть почвы, на которой нет биома. В основном 20% голода и 20% здоровья. Не наделяют потребителя какими-либо статусами и чертами. Итак, мы разобрали 15 обмываемых видов пищи. Пришло время разобрать еду, которую надо крафтить. Его производят все расы, восстановят 100% голода и 10% здоровья. Для создания потребуется одна единица пшеницы, не наделяя статусами и чертами потребителя. Суши... Еда, производимая расой эльфов. Является предпочитаемой едой, восстановлена 70% голода и 20% здоровья. Для создания потребуется одна рыба и одна трава. Не дают статуса при употреблении, но шансом 10% дать черту быстрый. Джем... Еще одна еда эльфов, восстановлена 70% голода и 30% здоровья. Производству джема потребуется две единицы травы и две единицы ягод. Не дает статусы при употреблении, но шансом 10% дает черту регенерации. Сидор... Очередная еда эльфов. Является предпочитаемой. Наверное, самая нормальная еда. В основном 100% голода и 40% здоровья. Для создания напитка потребуется три ягоды. Не наделяют употребившего статусами и чертами. Эль... Еда маленьких бородатых карликов-дварфов. Напитка является предпочитаемой на национальном уровне. В остальное 100% голода и 30% здоровья. Производству эля потребуется три пшеницы на единицу эля. Употребившему дается статус замедленный, а шансом 40% дается черта иммунитет к яду. Бургеры, еда орков. В остальное 100% голода и 50% здоровья. Производству такого бутерброда потребуется единица хлеба, мяса и травы. При употреблении дается статус замедленный, а шансом 10% еще и черта толстый. Пирог. Человеческая еда. В остальном 100% голода и 50% здоровья. Производству потребуется единица мяса и травы. Да, оказывается этот пирог не ягодный, а мясной. При употреблении дается статус замедленный, а шансом в 5% черта толстый. Чай. Национальная еда орков на уровне мяса. В остальном 100% голода и 25% здоровья. Для производства потребуется 5 единиц ягод. Дает статус кофенизированный с шансом 10%. Ииии так. Мы разобрали все 26 видов еды в World Box. Но погодите, полезная информация еще не кончилась. У каждого разумного юнита есть любимая еда с рождения. Любимая еда в основном 150% голода. Предпочитаемая еда зависит от расы. Потребление любимой еды также дает статус счастливой. На ваших экранах табличка с предпочитаемой едой для рас в World Box. Скажу только, что у людей это мясо, хлеб и рыба, у дворфов это эль, у эльфов это суши и сидр, а у орков это мясо с чаем. Видеоролик подошел к концу. Думаю, он тебе во многом помог увеличить свои знания по World Box. Ставь лайк и подписывайся на канал. Не забудь зайти в телегу. Все пикчи и файлы из видео ты найдешь именно там. Информацию брал с сайта worldbox.fandom.com До скорого! Продолжение следует...